всем привет дорогие друзья всем привет юные и не очень юные дефраир с вами буди enter и сегодня мы будем делать обзор на карту дфвц 16 раунд 5 хоть это не дфвц настоящий но так называется карта и по этой карте проходил компетишн да ну такой тонкий троллинг от маппера по поводу того что дфвц очень долго уже не выходит ну и собственно начнем пожалуй написано вот я вижу rl я первый раз на нее на ней вообще оказался поэтому самое то как раз так тут у нас водичка и из нее никак не выбраться значит ладно тут нам дают патроны и рокета прикольная арочка у нас окно окно в европу и собственно окно другое и прямоугольный уже в принципе все пока логично все ясно то наверное гбгб тут нам дают гранату пока не знаю для чего возможно может быть это потом ее использовать либо для маку 3 так тут у нас не слик кстати почему-то как будто бы спопа зачем это интерес так ну и портал тут в принципе наклонная не знаю правда так наверно как дизайн так далее у нас большая комната и перекресток перекресток нерегулируемый поэтому куда ехать мы не знаем это они убивают хп отнимают сюда нас не пускают значит сюда нам пока ехать рано ладно и в зеленый у нас б.с. и б.ф. гада это то есть мы залазим сюда я так понимаю нам надо про то есть вот там я вылечу до желтой и по должен попасть вниз обратно меня не выпустить нет вот здесь за то есть я могу взять буду пустим о не выпускает ну а как так ладно постараюсь не задеть ни один из лучей здесь у нас слик и это по ходу конец да будет да финиш карлос чё-то чё-то джей шуниор продакшн по некоторым слухам это в общем то известно что карта интера то есть интер затроллил это сайт какой-то даже я прочитаю карлос литер чего литер макро маркос казимир createforum.com и какой-то мужик этот кудрявый ну думаю карта но так вот на первый взгляд карта очень скоростная в принципе она должна как-то под проходиться без затупов наверно без без каких-то ошибок серьезно и остановок поэтому нет попробуешь покажи как нам надо я молчу покажу я ее немного играл и поставил тайм которые которые мне не нравятся они медленные получились но вначале могу сказать нам дает рокет где-то вот в этом проходе в начале то что раздражает то что когда я келяюсь не дают приключаться да то есть если ладно в общем я привыкается наверно приходится там кликать постоянно кнопочку переключения здесь нам дают ракеты и по идее чтобы правильно завязать нужно или прямо здесь пол стрелять либо вот в эту стенку можно на право заворачивать левую выгоднее вот левая побыстрее будет чем от пола даже помогу да немножко большая проблема это когда сделаем причем часто . кается приходится под правильным углом не подлетать чтобы проскочить вот дальше у нас здесь дают граната но это только для выкупить я понимаю вот а все тем же здесь мы просто можем завернуть здесь сделать дабл джамп с рокетом сделать два-три два-три рокета отстрелиться но на скорости это очень быстро должно выходить дабл джамп выбираем плазму прыгаем кстати здесь у нас есть плазма можно сделать туда в принципе два буста наверно здесь одного хватает скорости дофига где-нибудь сюда приземляешься или можно по правой стенке или по левой или прямо заплазнить наверх вот дальше мы берем это все прыгаем здесь кстати не телефон но я почему-то думал здесь нам дают хп вот этой фигуриной дальше вот так же бухгай 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 пролетаем все это и здесь можно еще пару раз как-нибудь обстрелиться и ну так да ну давай попробуй в одно целое так сказать как это в принципе как-то делал ты я хотел что-то сказать на несколько моментов еще по моему так наверх я уже не вырезали ладно ну карта не длинная карта очень выглядит очень быстро то есть некоторые карты кажется нудными там даже по 50 по 15 секунд которые да а эта карта вот именно почему-то мне кажется что она выглядит быстрый то есть ну проходит больше нет без руки то тут на скорости по крайней мере можно это да это уже не дочет мапперы в принципе не очень удобно ну очень неудобно что я встречал тоже такие карты на самом деле это очень мешает когда ты как бы в кураже да ты пытаешься что-то играть как да ну еще кстати здесь вот можно подняться спазмой взять это спуститься назад но тогда у нас да у нас 63 хп нет ухода жена и я умрую так а так то минус 22 а если там допустим возьмите с дабл джампом то есть получится что ты заплазмишь быстрее то попробуй дозам джампом 3 плазмишь но это нас на скорости мир да 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 как-нибудь даже даже по боковой как-то стенки то есть на скорости это будет очень маленький разрыв между дабл джампом и стеной во-первых ну может быть прибавить по времени от боковой кстати не знаю отнимать то сколько хп отнимать смотри там сейчас давай я пойду то есть ты никак вообще не засадишь а без б.с. отнимается больше есть вариант кстати подняться наверх взять это все вернуться взять но это а кстати может даже побыстрее будет да если бы грамотно бы фигу использовать здесь а два вот здесь делается вот таким вот образом у меня ощущение что это быстрее чем прыгать назад за хп ну да с одной стороны то есть ты залезаешь наверх ты спускаешься вниз в итоге скорости у тебя практически нету да ты туда себя бегаешь че-то висполезно я проходил только все быстрее я в принципе да я бы право кутри много сказал можно поменяться да давай поменяем так ваку-3 во первых во первых я начала долго мучился и мне показалось что начал прям сложная 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 пипец я не знаю по идее вот у меня 4 ракеты здесь у нас рампа которая должна вверх подкидывать и здесь наперед кстати было надо нет да надо но для этого нужно скорость больше 900 разогнаться плюс у нас есть гранаты я проходил все это с рокета наперед но может быть гранаты будет хотя нет я не уверен что это будет быстрее ну да вряд ли быстрее в общем че я делал попробую еще раз как-нибудь дойти до туда надо отстреливаться так чтобы как можно проверить сюда вот лететь а потом рокетом где-то вот отсюда отстреливаться и еще один вперед вот сюда вот и больше 900 очень плюс вот это вот граната которая подбирается это прям вообще меня бесило очень жутко потому что автосвич или я работал там два часа 웟 Jonah Pa и включал его сразу нужно вылетать наверх и я это очень сильно драшало им в общем где-то в этом месте я стрелял игре ракеты получил скорость девятьсот двадцать девятьсот тридцать около девятьсот рокет сострелил или вот с краюшком или вот или повыше ну или в общем куда-то сюда и там его сложно перегнать но из двух ракет прилетал наверх так здесь с читами без игра как-то так вылетаешь наверх ракет к сожалению уже нету потому что там потратились и здесь приходилось здесь две дорожки смотри первый дорожка если ты стрейфом просто вылетаешь стрейфишь стрейфишь пытаешься можно сильнее стрейфить и долетаешь до телепорта второй вариант это если ты делаешь то же самое только в полете кидаешь гранату вот с гранатой кстати очень даже такой вариант сносный да я понимаю то что с одной стороны это вроде как и не знаю сложно сказать по идее без рокета может быть чуть чуть быстрее может ну как гранату словишь по идее дальше у нас идет прямо джампы здесь сюда право двойной подбору такого всего здесь я прыгал я забыл по моему вот до этой стенки здесь плазмил или до передней как получается ну и дальше как в этой и в кутриде кстати намного сложнее использовать бфугу здесь точно также поверху бфугой падал прям вот таким давай сюда здесь можно еще попытаться поставлять и да да ну вы кутри тут более технично получается сложно со вот еще очень большая проблема эта вот штука и вот эта вот штука на можно когда стреляешь ставится цепляется за них и да это вечная проблема вот идет выпирающие всякие стенки это конечно всегда актуальная беда вот в общем как то так я проходил но здесь кстати которые в себе можно и знать еще как-то вот ну да давай перейдем к дэму я кажется скачать сейчас я быстренько давай так я пока расскажу что это варка был под номером 173 включаясь на браузер здесь есть чего 173 да варкап 173 был 173 варкап да с 22 апелля по 29 в цпм было 9 демок в кутре 5 порадовал меня порадовало меня сразу скажу по таблице это появление игрока dream он в принципе по моему играл либо я что-то путаю но по моему игрок довольно таки старый и если он возвращается это очень приятно ну и порадовал конечно же эвенджер он же роди своим топом честно я почему-то думал что но я видел то что это комбо да карта я почему-то думал что овчарка пришлет но видимо что-то пошло не так у него может быть он дорожки не нашел может быть просто не понравилось так демки я скачал вот отлично и так на каком начнем свой кутри мод хулиган 34-0 хулиган как обычно 1 5 прошел отправил но я с ним говорил он вроде как радовался тем что ракета набирал кстати не пробовал так может это и поможет стать вот здесь кстати да слушай это возможно очень даже быстрее да будет это же в кутри по идее можно позволить себе остановиться буквально вот на фрейм до скулья на фрейм но чуть-чуть остановиться и в итоге у тебя будет на дороге кафе ну кстати очень даже неплохо прошел бы фугу без ошибок и финиш достаточно такой приемлемый ну прошел в средне-средне прошел как и обычно хулиган у вас не растет следующее коджа боши на ашаш т это очень не знаю ладно 27 и 6 быстрее намного смотрим play на 7 на 6 и 4 грубо говоря секунд быстрее а потолок я забыл вообще про потолок добыла клим можно выжить по потолку я забыл про этот цел баг я прям столько времени он сэкономил про баги мы кстати возможно в скором времени запишем в очередной ролик по теории так что не расслабляйтесь ну прошел куджи можешь очень очень даже так быстро я бы сказал очень интересно как пошел винтер да посмотрим так демонор польша 26 192 play на полторы секунды побыстрее уже уже реально интересно вот внутри мне действительно интересно если рцпм предприцеляю в цепи м как это можно было сделать ну вот кстати мне кажется winter как раз таки с набором рокета мог действовать и и зачем насчет запустил может для тайминга кстати классно он забрался в телекор странное ощущение что без гранат будет быстрее а здесь он может и нет может я просто медленный ну диму нор на опыте так сказать прошел достаточно технично у него да у него просто технично он прошел возможно без каких-то изысков но по-своему как умеет следующий бригант 25 и 4 второе место чуть-чуть не добил до топ-1 но бригант прям вот радует своей позиции рядом с винтером это очень классно у меня почему-то прям гордость за бригаду то что он но он просто сам наверно видит то что он растет играет без гранаты ощущение что из-за того что не надо гранта может быть быстрее чем чем без нее скажу точно ну на самом деле можно ты задуматься о наборе о как он у меня же очень классно вот да это очень классно можно вздуматься о наборе рокетов и пустить все-таки наперед и в дальнейшем как ну сроками проходить не тратить время на тайминг грены но не знаю насколько это воплотило реализуемо ну и топ-1 винтер 25 и 3 play поздравляем винтера с победой в ику-3 дисциплине однополченец enter не устану это говорить здесь не ждал почти больше чем здесь я подошел он очень хорошо вылетел из туннеля как-то но и потолку тубриганда кстати намного быстрее финиш и я бы на его месте попробовал бы в онлайне поиграть и возможно сделать топ и я вот не знаю показать им демку с мою за 27 и 9 но с прохождением заборах да давай покажи но у меня и ниш ну ты покажи это хорошо как как карта называется дпвц 2016 раунд 5 я немножко поиграл 27 и 9 play вот рокет я словил гранату вперед кинул ее тоже поймал вот report единственно очень медленно залетал ну там на самом деле стоит наверно посмотреть время с которым ты залетаешь келепорт и с которым допустим винтер залетает келепорт то есть именно вот этот момент вот этот отрезок карты насколько насколько быстрее он будет если исполнять его с рокетом наперед и плюс если попробовать еще сохранить о не сохранить а накопить еще рокет даже ну это может быть еще немножко быстрее надо засыпать смотреть на чеки очень дурацкий на самом деле поэтому значит у нас теперь cpm демки на последнем месте у посмотрим play 270 это у нас новичок так скажем русскоязычный игрок из штатов говорит покажет скил нам не делать или джамп надо новичок так прошел как бы и прошу особо даже не знаю на что указать в принципе ну ты играть и играть может быть лучше получаться должна лучше ну таких грубых ошибок прямо нету вот реально грубых ошибок нету поэтому надо было почаще использовать следующий коряпкин я забываю 26 и 7 эстония разве станет так play 27 быстрее на 0 3 можно было пожар меньше сделать ладно такие моменты мы с опытом больше приходит понимание как бы что как надо сделать здесь как надо здесь все с опытом надо чаще вывязать стараться вообще видишь из-за отсутствия опыта возможно но пацаны не очень контролят и не могут контролировать возможно подачу потому что там надо угол же совершенно другой ставить в целом тут тоже без особых ошибок так что давай играй 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 набирайся опыта и показывай более лучшие результаты он посмотри бриган тут же топ-2 в кудри стоит давай догоняется следующее мягкий пуз нет не будет не будет хулиган хулиган двадцать четыре пятьсот пятьдесят два стрей на две секунды от последнего тайма посмотрим ну вот минус головой плохо ударился да ну такой средний телеграмм ну почти телеграмм ну хулиган на самом деле как бы я его не трогал по поводу послания тестов очень старается всегда вот я наблюдал даже как он играет то есть он ну он реально старается выжать максимуме вот из того что делает просто вот у чувака как-то не заходит бывает следующее у нас хардкор 4 352 быстрее еще на 02 посмотрим плотненькие таймы пошли 24 секунды значит такой ну 24 значит средний уровень до получается скила по крайней мере для этого варкапа для тех кто прислал опять головы не попал тоже может сказать если чуть позже в горизонтально густ не получился очень большой сенс того как получился и попал прямо потолок сделал очень хорошо даже побыстрее чем за ну побыстрее чем вы видела ну ты нет ты все равно ты же идешь как по наклону и никакой аэроконтроль ты не используешь поэтому ну ну да может быть поворот там вот чуть полегче заходит но мне кажется в ку-3 тоже можно было очень хорошо вылетать но пока что в ку-3 вот бригант самый лучший финиш показал как он писал на стриме на вопрос почему мягкий пузу что это вообще он сказал потому что мягкое пузико вертикальной скорости не хватило мог бы чуть-чуть быстрее мне кажется залетать ну тоже достаточно наш без ошибок и ну ровненько ровненько проходит как бы нормальный контроль в фиге да в конце может быть он немножко и подрастерялся возможно потому что все получилось когда вот вся остальная часть и поэтому как-то вот ну растерялся немножко и не дожал сам финиш но в целом хорошо в целом хороший тайм без ошибок дальше дадим из тоже из россии 22 и 4 быстрее еще на 2 секунды мы посмотрим плей дрима не видно не слышно было кто такой возможно я путаю можно не путаю как-то четко как стать нормальный такой г.б. не очень хорошая бфг поначалу было но финиш достаточно быстрый в принципе на бфг по моему вытащил и но старт вот ему дал до секунду допустим и финиш ему дал секунду бфг сама принципе я думаю примерно так это было ну неплохо прошел будем ждать счет тебя демок чувак дальше у нас идет дмитрий россии за рай 21 8 быстрее на 06 еще но посмотрим плей ну что дмитрий давай удивить тут те фрукти кажется зря не знаю но я бы допустим я бы сделал допустим там г.б. посильнее да ну как мне возможно бы мне дало это немножко побольше ну очень классный финиш в конце еще заюзал потолок ну я думал об этом кстати ну классно классно прошел достойная демо так так посмотрим дальше к джамоши топ-2 на 1 ровно почти посмотрим плей поздравляю кстати и дмитрия стопом 3 по моему это одна из из немногих кардион топ-топ и поставил тебя кажется топ-2 это было ну во всяком случае топ вот он сейчас правильно прям перед рампой была хорошая горизонтальная скорость припад перед попаданием в телепорт опять же хорошо заюзана бфг но да и завязал последний потолок и ну в принципе хорошо но вот у дмитрия очень классно получился он именно вот получилось падение вниз очень быстро вот это тоже важный момент он по-любому сутки 2-3 дает но к джамоши по итогу оказался быстрее причем на целую почти секунду он как раз по моему из-за того что правильно отследился от рампы давала кстати возможно это ему и дало хороший плюс согласен но и топ-1 avenger все зажаем классно посмотрим что он предложил вроде джамоши кстати этот как его шмыгой короче по моему побыстрее да он даже без на нога проходил потом вот здесь отгена у него заворот получился да то все он получается за счет именно финиша до вырулил получилось он частично из-за финиша плюс у него там был буст и он очень классно попал на на пассиве поднялся и даже не зацепил задалок прям сразу не прыгнул туда вот эти вот 500 но куджимоши кстати он получается у него была большая горизонтальная скорость перепадания в телепорт и по фига тоже не очень плохая так что он мог бы вот если бы наверное подровнял момент с бы фигой при ее поднятии да вот как вроде бы сделал он бы возможно был бы топ все кажется так разберем немножко детальнее топ цпм на стенке мне кажется лучше было стреливаться чем от пола тоже думал что да от стенки здесь он стенку я не знаю я боковой тоже например стрелял когда головой бился в рамку я бы вообще с кнопкой назад там стрелял и мне бы я бы наверно вылетал вообще очень плохо учился ну пакси подъема отлично он бы мог еще наверное сэкономить если бы у него получился дабл джамп и если волосы лбак и зал да то есть ну 19 по-любому можно вот как раз показывает там плюс 600 у него топ-1 топ-1 там имбир как раз 19 9 но я думал 19 9 не так уж и сложно но кому как ну по сути как бы ну передо мной по крайней мере картина есть как сделать эти 19 9 и в принципе если не поиграть по сеть то можно это сделать бывает же карты где у тебя ты даже им представление не умеешь как это делать так что вот хорошо так возвращаемся к браузеру так вот у нас сайте прокрут здесь принципе вот они демки которые можно скачать которые я как раз качу комментарии здесь какие-то есть к ним спрашивают про про буст поздравляю дробь и садом ну и сейчас стартовал новый компетишен на называется и даем типа для гипера помогает для гипера от марта ридем с рокетами и гранатой кстати поиграл эту и очень даже хорошее мне нравится скорее всего буду слать ты как интер как я не знаю но посмотрим так ну хоть не три секунды это ну да это хорошо ну что будем ждать демок давайте присылайте будем конечно обнования потом делать ну всем спасибо что смотрите что участвуйте и всем удачи всем пока